Из-за тонус Жатайского судоремонтного завода вышел в первый рейс модернизированный танкер ТО-1549. По новым требованиям все нефтеналивные судна должны быть оборудованы вторым дном и двойными бортами. Работы длились больше года и после всех испытаний судно отправилось в свой первый рейс. Танкер провожали вместе с речниками представители Минтранса и именэкономики республики, а также депутат Госдумы России Галина Данчикова. В ходе своего визита она провела совещание, на котором обсудили реализацию проекта строительства Жатайской судоверфи. Подробнее в материале Сарглана Захаровой. По новым требованиям федерального закона все нефтеналивные судна должны быть оборудованы вторым дном и двойными бортами. Эти работы сравнить строительство новых кораблей, отмечают речники. Только на оборудование второго дна необходимо порядка 200 тонн металла. Произведен демонтаж палубы, установлены второе дно, вторые борта. Обратно палуба была возвращена на свое штатное место. Также были все системы изменены, так как появились дополнительные балластные отсеки. То есть полностью была реконструирована балластная система, система вентиляции, грузовая система. То есть все системы судна были модернизированы. Вот на это время у нас ушло. Практически мы за зиму все это дело сделали. Судно спустили на воду еще в прошлом году после модернизации. И вот спустя год оно вышло в свой первый рейс. Якутска направилась до Осетрова, где пройдет погрузку. Сегодня на Житайском судоремонтном заводе ведут модернизацию шести танкеров, из которых в этом году должны завершить четыре. Стоит отметить, что все эти масштабные работы проводят на станках и технике 30-40-х годов прошлого столетия. Аппараты устарели как физически, так и морально. Поэтому и появилась необходимость модернизации всего производства. Проект строительства высокотехнологичного Житайского судоверфи вошел в госпрограмму страны социально-экономического развития Арктики. Житайское судоверфи будет выпускать те суда, которые позволят нам сэкономить время по доставке грузов. И это будут современные оснащенные суда, которые обеспечат не только северный завоз, а в целом завоз грузов на территорию республики Сахай-Акуте. Строительство судоверфи планируют завершить уже в 2021 году. Согласно проекту, он будет выпускать в год до 10 новых судов, проводить реновацию шести и утилизацию двух судов.